Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос, который вы задаете. Его суть заключается в том, что ваш молодой человек находится под влиянием мамы. Вы говорите о том, что никто из других мужчин вам не интересен, кроме молодого человека. Но в то же время молодого человека вы описываете, как того, кто пьет, не развивает свои способности и так далее, так далее, так далее. Так-так, вы говорите о том, что вы дали себе время до Нового года, чтобы после этого срока сказать тем мужчинам, которые вами интересуются, да, чтобы вытащить себя из этого состояния. И вы также упоминаете травму от выражения у себя и то, что некоторые мужчины из вашей жизни, ну, скажем так, пострадали от излишних контролей, там, со стороны вот их матерей, как я понял. А в то же время вы говорите, что поругались с молодым человеком, вот, из-за его мамы, и вы наговорили им много чего обидного, сейчас вы не общаетесь, первым мириться вы не желаете, но очень сильно его любят. Вот, самое такое простое, что вы можете сделать для себя в этой ситуации, это вообще, как бы, определиться с отношением к мужчине, да? То есть, ну, я понимаю, что вы не желаете мириться, вас никто не заставляет, но в то же время вы говорите, что любите мужчину, если вы его любите, то, наверное, как-то вам хотелось бы, чтобы ваше чувство, чувство любви проявлялось, ну, по отношению к ему, вот. В ситуации, когда вы, ну, не контактируете, судя, потому что я могу видеть, довольно сложно предположить, как вы можете проявлять ему свою любовь. Если вы говорите о том, что вы его любите, то, на мой взгляд, любовь отношает к принятию. Принятие, и если вы сейчас называете молодого человека своего интересным, интересным настолько, что вас никто другой не интересует, то получается, что он может быть для вас интересным, находясь под контролем мамы. Но вы, как будто бы, не принимаете его, не принимаете его ситуацию. Как будто бы вы здесь выделяете только то, что вам интересен, но, понимаете, интерес к человеку, это не любовь. Любовь, это принятие человека таким, как он есть. Вы не обязаны разделять его какие-то взгляды, не обязаны разделять какие-то его ценности. Не обязаны. Вы можете в этом не участвовать вообще. Но, все же, без принятия человека, мы не можем говорить о любви. Мы можем говорить о том, что мужчина попал в образ ваш. То есть, вот, то, что вам интересно, вот, хочется спросить, а в чем заключается этот интерес? Ну, что это такое? Что вы не раскрываете ничего, ничего, ну, с этим связанного? Может быть, там лежит ответ, чего вам хочется и так далее. Что касается отврешения, ну, травмы отврешения, то понятно, что в основе ее лежат некие, некие невыращенные чувства ваши. То есть, вас когда-то отвергли, вы не проявили, не выразили себя. И это закрепилось, и вот, поэтому это травма. В то же время, чувство отврешения связано с, скажем так, слабым ощущением своей ценности. Ну, то есть, человек совершает какое-то действие по отношению к вам, вот, вы интерпретируете это как отврешение, каким образом? А таким образом, что принимаете на свой счет, что вас обесценили как-то. Вот, это значит, что вы в какой-то степени обесцениваете сами себя. Я думаю, что тот факт, что у вас есть ребенок, судя по всему, не сложились отношения с отцом ребенка. Тот факт, что вы перечисляете мужчин, которые пострадали от своих матерей. И тот факт, что вы готовы сказать «да» после Нового года мужчинам, свидетельствует, на мой взгляд, о том, что вы выступаете сами, как родители, в отношении с мужчиной, вероятно, не позволяя мужчине быть мужчиной рядом с вами. Ведь дело не только в том, что мужчина привязан к маме своей, дело в том, что он не хочет, чтобы это изменилось. То есть, он, почувствовав, например, себя мужчиной с вами, не хочет продолжать это чувствовать. Это значит, что, возможно, вы не даете мужчине почувствовать себя мужчиной с вами. За счет чего? Ну, вот, или, видимо, вероятно, за счет контроля, за счет того, что вы сильны. Ну, вот, хочется спросить, а вы умеете быть слабой, да? Ну, вы можете сказать, так, а как, если вот такие мужчины? Ну, так, быть слабой можно и нужно вне зависимости от того, с кем вы находитесь. Тогда и у мужчины появляется чувство, что он сильный, и вы прибавляете в привлекательную ситуацию. Я думаю, что вы конкурируете с матерью вашего молодого человека, вот, психологически, по крайней мере. Такое у меня сложилось впечатление. Вот, с этими моментами, я думаю, вам нужно и работать. Отвечая на вопрос, как вы можете повлиять, я повторю свою мысль двумя путями. Первый путь – это принятие мужчины. Вот, через принятие можно, в принципе, положить дорогу к развитию. Вот, а второй путь – это вот то, как вы проявляете свою любовь к нему. Вот, может быть, косвенно вам поможет раскрытие своего интереса к мужчине. Вот, и представление. Попробуйте представить, что бы было, если бы вы знали, например, что он не поменяется. Ну, что он вот не будет меняться. Вот что тогда? На этом все. Всего самого доброго. Удачи!